Депутаты Народного собрания Карачаева-Черкесии на вне очередной сессии подавляющим большинством голосов одобрили поправки в Российскую Конституцию. Согласно процедуре, прежде чем этот документ ляжет на стол к президенту, его должны обсудить и региональные законодатели нашей страны. Народное собрание Карачаева-Черкесии одним из первых выразило поддержку поправкам в основной закон России. Вносимые президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поправки еще раз утверждают приоритет интересов человека и его прав на гарантированные меры социальной поддержки. Российская Федерация, социальное государство, закрепление на конституционном уровне минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума, обязательности индексации пенсий и пособий являются обоснованным и закономерным развитием данного конституционного положения. Защита исторической правды, сохранение традиционных ценностей в современных условиях становится не только жизненно важной необходимостью общества, но и обязанностью государства, заботящегося о будущих поколениях, о своем стабильном развитии. Указание в Конституции на недопустимость уменьшения значимости подвига народа при защите Отечества, объявление детей важнейшим приоритетом госполитики России, конституционно закрепляет ценностные ориентиры развития Российской Федерации. Значительная часть поправок посвящена регулированию вопросов функционирования публичной власти в Российской Федерации. Корректировки подвергаются полномочия законодательной, исполнительной и судебной власти в целях обеспечения такого соотношения этих полномочий, которые будут отвечать как современным реалиям, так и цели достижения стабильного развития Российской Федерации. Вносимые поправки усилят самостоятельность органов законодательной, исполнительной и судебной власти. Важнейшими являются поправки, направленные на укрепление суверенитета Российской Федерации, в том числе препятствующие неправомерному вмешательству во внутренние дела России со стороны иностранных государств и международных организаций. Такие поправки – это признак сильной страны, которая способна эффективно защищать свои позиции и отстаивать интересы государства и его граждан. Считаю, что проект закона Российской Федерации «Поправки Конституции Российской Федерации о совершенствовании и регулировании отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» наглядно демонстрирует курс президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, направленный на укрепление российской государственности и улучшение качества жизни граждан в условиях динамично изменяющейся ситуации и новых вызовов. Среди других важных изменений в Конституцию депутаты отметили поправку, меняющую круг полномочий парламента, Государственной Думы и Госсовета. На мой взгляд, вот эти поправки, они назрели реально, потому что общество должно развиваться. Особенно, значит, мне импонирует то, что федеральное собрание, обе палаты существенно наделены полномочиями в плане формирования и правительства Российской Федерации. Еще такие важные моменты – это то, что касается назначения генерального прокурора, назначения прокурора в субъектах. Как вы знаете, прокурор субъекта проходил согласование в законодательных органах субъекта. Теперь этого не будет, все это будет делаться федеральным собранием и президентом Российской Федерации. То есть это о чем говорит? Это усиление и судебной власти, и вы знаете, что стоит вопрос и отрешения судей, от должностей. Это тоже новое. То есть очень много того, что… Многие говорят, что есть все эти нормы, прописанные в законе. В законе, да, многие нормы прописаны, но конституционное закрепление – это уже говорит о чем? Вот говорят социальные гарантии. Социальные гарантии уже невозможно будет повлиять, допустим, приостановить действие какого-то закона, касающегося тех же индексаций, тех же пенсий. Потому что если это прописано в Конституции, оно подлежит обязательному исполнению. Еще одной значимой поправкой, по мнению депутатского корпуса, стала статья, запрещающая отчуждение федеральных территорий. Очень большую социальную значимость имеют все вот эти поправки, которые сегодня у нас были озвучены, за которые мы проголосовали. Но, на мой взгляд, символичным и своевременным была поправка по неделимости и единстве Российской Федерации. Вопрос очень долго витал в воздухе. Разные, скажем так, были комментарии по этому вопросу. И я считаю, вот принятием данной поправки мы поставим точку в данном вопросе. Среди поправок в Конституцию, вынесенных на голосование 22 апреля, особое место занимает поддержка семьи и детства, человека труда и социальной гарантии населения. На уровне Конституции предлагается закрепить положение, что в совместном введении Российской Федерации и ее субъектов находятся вопросы защиты семьи, института брака, как союза мужчин и женщины, создания условий для достойного воспитания детей в семье, а также осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. Данная поправка нашла отклик у многих россиян. Считаю, что те поправки, которые прошли, инициированы были президентом Российской Федерации, они достойны, чтобы поднять и улучшить положение семей, детей и женщин в нашей стране. Думаю, самое главное, основные, это социальные вопросы, которые прозвучали в поправках, которые внесены были и в рабочую группу, которую я обсуждала. Считаю, что рабочая группа поступила очень досконально, разобрав все эти поправки, и половина их вошла уже в новый закон. Считаю, что наше государство и наш народ будет доволен. Очень важно, что уделяется должное внимание детям как приоритету нашего государства и семейным ценностям. Мне, как педагогу и как депутату, важно, чтобы будущее наше было здоровым, крепким, нравственным, чтобы нам было опереться в жизни. А именно Конституция, за которую мы сегодня проголосовали, и дает нам основу для того, чтобы надеяться на хорошее, светлое будущее наших детей. Те поправки, которые на сегодняшний день внесены в части, касающиеся здравоохранения, это в первую очередь, конечно, это прописано доступность и качество медицинской помощи для населения Российской Федерации. Одним из важных это то, что в 132 закон нанесены поправки, где органы местного самоуправления также наряду со здравоохранением будут отвечать за здоровье граждан Российской Федерации. Общероссийский народный фронт запустил интернет-портал, на котором каждый житель России может опубликовать свое видео в поддержку той или иной поправки в Российскую Конституцию. По предварительному итогу, самой популярной среди пользователей сайта стала поправка о запрете на иностранное гражданство для людей, занимающих важные государственные должности. Жители России понимают, как важно на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают положение, критически важное для обеспечения безопасности и суверенитета страны. Я думаю, это самая популярная, наверное, в народе поправка, которая вызвала и на послании президента Владимира Владимировича Путина бурные аплодисменты. Сейчас народный фронт запустил сайт мояконституция.рф, если на него зайти и посмотреть, что говорят люди, а там можно каждому человеку записать маленький ролик и выложить свое мнение по той поправке, которая его задела наиболее, и которую он поддерживает по каким причинам. Там, кстати, есть уже и представители Карачаева Черкесии. Вот самая обсуждаемая и самая поддерживаемая поправка – это как раз поправка о том, что основные чиновники нашей страны должны быть действительно патриотами, должны иметь одно гражданство. И это, на мой взгляд, гарантирует то, что действительно люди, которые работают на государственной службе, занимают государственные должности, ответственные посты, будут работать на благо страны и на благо нашего народа. Они думают постоянно о том, как бы ему на пенсии, знаете ли, выехать куда-нибудь за границу, красивый домик на берегу моря. Поэтому это очень важная поправка. Наверное, она давно наболела в народе. И очень хорошо, что сегодня мы видим, что она вносится в Конституцию. Напомним, что общероссийское голосование по изменениям в Конституции России назначено на 22 апреля. Этот день будет официальным оплачиваемым выходным.